мне нужно какие-то заставочки сделать для антуража для ютубчика да все правильно какая-то картинка должна быть раз уж видео запрещают ну картинку то можно сделать но это так можно назвать до контент контента правильно контент хотите вас пропиарю как вас зовут давайте вас пропиарю токарь ю.н. освобожусь побеседуем хочу так это вступили в разговор неча а ты чё не учишь да просто некорректно вступать в разговор со своими нравоучениями и подстёбами я с тобой вообще не разговаривал с вами с тобой понимаешь да я с тобой тоже не сговорю ну так спрячься в конурку здравствуйте смотри тебе такая ситуация хочу снять там какие-то общие планы ну что я находился в суде я веду видеоблог есть места общего пользования информационные стенды там монитор висит и тому подобное но тут не все посылают посылает с третьего этажа сюда отсюда в аквам вот сейчас меня еще куда то мне просто нужно согласовать видеосъемку мест общего пользования в суде не судебного заседания просто вот места общего пользования в инфрационной плакаты просто все говорят что нужно согласовывать с председателем суда я готов согласовать мне нужно здесь и сейчас письменно никаких заявлений собирать не собираюсь писать потому что мне достаточно устного заявления тем более мне нужно здесь они там через неделю когда будет об что-то рассмотрено я писал в электронном виде с электронной подписью неделю рассматривали и в итоге мне не дали никакого официального ответа поэтому я считаю что бесполезно тот описание на поэтому решите вопрос здесь и сейчас и у меня еще есть такой вот жалоба на на сотрудника службы судебных приставов на кому мне обращаться ведет себя крайне некорректно а как его увидеть этого начальника но и хорошо сейчас я тогда сейчас у них это уточню да я пока как бы здесь я подожду результат хорошо хорошо а можно узнать начальника кто у вас начальник службы своими приставами кто старше на данный момент здесь у меня будет жалоба на вот токаря здравствуйте смотрите ситуация такая ваш коллега ведет себя некорректно это выражается в том что я когда беседовал с вами не как вас зовут как позовут смирнов его вот и когда со смирном у него общался вы присутствовали здесь нет может быть не были да значит я когда с ним общался ваш коллега токарь ю это подошел и начал ну своими научению влезать разговор то есть ну то что про произносить фраза что-то хайпуешь там вот такие вещи то есть я как бы объясню почему я хочу сделать видеосъемку здесь чтобы у меня были общие планы для того чтобы мне блок я веду на youtube канале блок чтобы фиксация здания областного суда вне судебного заседания только сейчас не про это я бы этот вопрос раз решаю вопрос не об этом вопрос о том что я как бы с вашей коллегой когда раз вашим коллега когда разговаривал я объяснил для чего мне это надо понятно что я ж не достаю я сейчас согласовываю пытаясь по крайней мере согласовать вот а ваш коллега подошел и начал показывать что вот он свое неуважение к таким людям которые ведут видеозапись это в блоге вот это снимает демонстративно стал показывать как он относится ко мне лично оппозиция в данном случае с ним были применены слова там хайп блока все прочее это же тоже терминология интернет правильно смотрите он должен вести себя корректно тем более когда с ним не разговаривали не нужно просто подходить и влезать в разговор это в принципе некорректно любой человек когда разговаривает с кем-то и друг подходит посторонний человек и начинает участвовать в разговоре когда его об этом не просят это в принципе некорректно а находясь на службе когда он должен себя подчеркнуто вести вежливо и корректно это вдвойне некорректно давайте определимся так если вы полагаете считаете что он что-то нарушил так я поэтому и считаю что он нарушил вам обращаюсь на имя начальника структурного подразделения а я к вам же обращаюсь я не являюсь начальником для данного сотрудника ну так бы сказали момент но в данном случае я исполняю обязанности старшего смены ну старший в любом случае правильно хорошо да пожалуйста можете обратиться на имя начальника нашего подразделения подполковник кузьмин сергей сейчас сейчас когда у меня закончится судебное заседание подойду я запишусь на листочек значит а вы копылов то есть они час вашем подчинении находится то есть вы не можете сделать замечание чтобы ваш коллега здесь не присутствовал на момент когда как вы говорите у вас некий конфликт был сейчас я сотрудникам пообщаюсь не было конфликта было некорректное поведение понимаете подождите некорректное поведение она предполагает какую-то конфликтной ситуации все равно вы говорите что конфликта не было но было некорректность тогда уже я предлагаю не всегда просто обратиться на всегда конфликт что-то полагать что было нарушено письменной форме когда мы уже рассмотрим письменное это обращение то есть вам устного моего обращения недостаточно на месте решит конфликтную ситуацию просто сделать замечание вашему коллегу и чтобы когда разговаривают люди не подходить со своими разговорами зрения служебной точки зрения делать замечания при исполнительных обязанностей это немножко тоже неправильно я проведу почему я я считаю что это правильно лации непосредственно во внутренней нашей службы среди и если там что-то будет выжено я сделаю замечание но публичное я могу вам аудиозапись дать прослушать это не проблема в этом если вы становитесь да я мне еще не с чем быть согласен либо не согласен так ладно сейчас просто уже скоро на раз судебное заседание начнется поэтому я нара побегу я сейчас скажу что как бы мне еще ну то что я хочу сделать общий план пофоткать поснимать видите разрешение никто не дает я чуть позже подойду вы пока согласовывать я на третий этаж пойду там просто судебное заседание скоро должно продолжиться оглашение приговора до уголовное дело но я хочу снять общие планы там вот такие вещи спасибо я слушатель никто слушатель обычный слушатель который участвует в ну скажем так спортивном интересе там три судьи капелька ну вот один из них капелька просто так запомнил докладчик 5 подсудимых там много статей 166 126 161 5 посудимых все я тогда побежала тут там больше без меня не начали да 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 ну а потом мне нужно какого бы углу общий план именно в суде пофоткать спасибо хотел решить вопрос а мне на хамилию ваши коллеги представляете что скипиш поднять сейчас после судимого заседания будем разбираться а так согласовывает час мою видеосъемку ну или делает вид я не снимаю все нормально можно эмоции подать какие-то ловнуться да вот все правильно просто ну так пока вы все равно слушаете все равно как бы и думаю сильно вас не буду отвлекать работой заниматься вы же работаете правильно не служите разговариваю с вашей коллегам коллегой подходит другой коллега влезает в разговор и начинает мне указывать типа я там хайпую тому подобное ну давать свою оценку той деятельностью который я занимаюсь вот вы считаете это корректно или нет человек с которым не разговаривают высказывать негатив в отношении но меня и вообще вот этих всех людей которые обнародуют там какие-то судебные решения там о чем-то рассказывать и тому подобное ну вы не эксперт личное мнение какой можете сказать личное свое не можете вам запрещено делиться а так бы им дали если бы не на службе правильно а не сведу даже вы и днем и ночью служите правильно у вас но у них нет такого что это типа как армия до а вы в армии час или и находитесь или как без комментариев странно чё прямо всегда всегда прошлось присаживайтесь зачем вы листать спасибо вот я постою можно возле вас тут на безопасном расстоянии просто меня с вами когда вот я стою я себя чувствую уверенно и спокойно сразу прям такая чувствуется защита за спиной вы от меня чё отошли то чем-то пахнули чё не спрашиваю почему так вот демонстративно от меня отошли просто отошли а ну понятно ну мало ли вот я просто подошел будете также уходить ну давайте походим так лучше постоим у вас нервная работа просто спорить и как он нервничает не участвует у залывался уже сейчас проверим насколько спокойно вот видите вот стою тут мозоль музоли ему глаза он не знает что делать что ответить ему уж нельзя ничего отвечать лишнего что может человек да не надо разделять его человек в первую очередь я спрашивал вот есть любой приказ выполнит он говорит без комментариев ну как так может быть без комментариев провокационные вопросы хочу понять что человек себя представляет потому что он же не робот правильно как зачем как сказал его коллега сейчас первого этажа токарь по фамилии хайпую понимаете да ну так я же его не заставляю реагировать либо нет я проверяю его стрессоустойчивость можно за заходить нет а почему нельзя пофоткать я хочу сделать какие-то я понимаю почему пофоткать нельзя что так агрессивно я выйду выдавать 5 минут я могу выйти ну в чем проблема до кого не агрессируйте то есть но я пополам я прошу а если не выдачу будет я прошу вас выйти из зала судебное заседание еще не началось я зашел я зашел спросил ну зачем я зашел разговаривал задаю вопросы а мне говорят выйти ну давайте тогда выйти давайте вместе выйдем побеседуем чем я вас отвлекаю судебное заседание еще не началось чем она сначала я должен выходить судебное заседание здесь место где проводят судебное заседание прошу вас выйти ну так сейчас перерыв мы прошу сейчас отойти вот наконец-то ваша работа пришла да соскучились в работе не зря стояла как вас зовут колесов пояс как к вам обращаться правильно судебный пристав просто судебный пристав или по фамилии или по имя отчеству может судебный пристав колесов это же ваша форма правильно конечно а для чего здесь фамилия написано вы не должны представляться когда к вам обращаются только мне против сейчас да саша как вас зовут александр александр на просто может быть у меня есть желание жалобу написать то мало ли что так вот вы сейчас мне предъявляли требование лет либо это была просьба 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 а почему она такая была настойчивая как будто требования причем под угрозой применение физического насилия с вашей стороны джиу-джитсу и тому подобное не было а я ощутил что это было психологическое давление но не надо слышать у меня ведется видеофиксация точнее аудиофиксации надеюсь спать они будут не очень крепко здравствуйте согласовали а можете мне обеспечить ручечкой листочкой буду писать жалобы на токаря вашего приемная к вам обращаюсь вы должностной лицу вы обязаны принять у меня обращение о преступлении о правонарушении жалобы тому подобное передать по подведомственности если это не вашей компетенции да 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 вы обязаны не обеспечить возможность реализации моих прав так не может быть ну вы же должностное лицо кто там пускай старший выйдет старшим пообщаемся до но вы должностное лицо вы должностное лицо документирующими документами я не занимаюсь вы мне скажите вы должностное лицо вы обязаны нет нет вы обязаны да принимайте сообщение принимаете вы это ваша как бы не имеет зачем что там у спаривать или не разбор ситуации проводился принимают документы лица к которым это то есть вы отказываетесь правильно принять от меня обращение аудиозапись конечно виду пожалуйста на меня жалобу подайте что я отказался принимать у вас вообще какой то же я считаю что на данный момент злоупотребляйте своими полномочиями в связи с этим я сейчас делал заявление в полицию естественно от моего полиция с ними обязанностями это не предусмотрено а чего себя так агрессивно ведете вы смогли уладить эту конфликтную ситуацию здравствуйте и примите пожалуйста заявление о совершении преступления сотрудниками службы судебных приставов какой здесь адрес полярный полярный зори дом 15 это мурманский областной суд старший в смены саботируют подачу мной жалобы на его коллегу на сотрудника то есть отказывается предоставить не листочек и ручку то есть являясь должностным лицом препятствует реализации мне возможности обращения сделать на его коллегу который хранский себя вел в отношении меня когда разговаривал с его коллегой ну то есть тут конфликтная ситуация произошла мама и владимир владимирович спасибо заявление сделал полиция сейчас приедет будем оформлять это называется злоупотребление своими должностными полномочиями вы обязаны принять об любое обращение о преступления правонарушения но вы этого не делаете не в устной не в письменном виде ваше преступление с вашей стороны 285 статья уголовного кодекса я никуда не еду я могу подать это непосредственно вместе совершения данного правонарушения либо поступка какого-то дисциплинарного и подать непосредственно непосредственно тому человеку который это совершил а он обязан передать своему вышестоящему начальнику вот я на вас могу жалобу подать через вас и вы обязаны это принять и передать на рассмотрение вашему начальнику если вы этого не знаете этот очень печально вы мне посылаете черный откуда да это вы кому говорите мне а со старшим смены можно еще побеседовать мне еще есть жалоба на вашего коллегу на другого наименование структурного подразделения должность специальное звание кто непосредственно исполнить обязанности начальник структурного подразделения он в рио начальника и адрес не ну я вот эти моменты знаю я знаю что могу подать через сайт я могу это не вопрос в том что я непосредственно здесь хочу это сделать знаете чтобы не оттягивала пояснение что у нас нет полномочий я не нуждаюсь объяснениях я нуждаюсь приеме заявление уже обратились полицию по данному поводу считать что нарушены ваши права пожалуйста можете ожидать полицию только неизвестно через сколько она приедет вам никто не препятствует можете даже там присесть подождать до кого мне примите вторую жалобу устную которая сейчас хочу огласить по поводу вашего другого коллеги который на третьем этаже стоял вы можете в письменной форме детально сложить то есть это вы мне таким образом посылаете правильно то есть вы сейчас ведете себя некорректно так вы вы это делаете я вам говорю я хочу к вам обратиться вы мне говорите пишите мелким почерком меня отправляете куда-то тогда выслушайте меня хотя бы вы вы слышите меня хотя бы вы слышите меня не надо меня посылать на карла либных то выслушайте меня здесь и сейчас тогда вы слушайте меня не надо мы в параллеле разговаривать идриги мне постоять и сколько не ждать полицию Выслушайте мое замечание по работе вашего коллеги. Так ведите себя корректно со мной, уважительно со мной ведите. Выслушайте, не надо со мной параллельно разговаривать. Я хочу жалобу оставить, устную как минимум, раз у вас нет ручки и листочка. По существу будете любезно излагать. Все, слава богу, что вы готовы меня выслушать. Пожалуйста, не перебивайте. Значит, у меня замечание следующее. Ваш коллега, фамилию сейчас я не могу вспомнить, я ее зафиксировал на ауди. Крупный такой мужчина, занимается джиу-джинсу, тэквондо и тому подобное. Значит, когда я зашел в зал судебного заседания и начал разговаривать с секретарем судебного заседания, он начал это требовать, называя это просьбой, покинуть зал судебного заседания. Потом я у него спросил, это было требование или просьба. Он сказал, что это была просьба. Но его поведение выражалось в том, что если я этого не сделаю, просьбы его не натворю, он применит ко мне физическую силу. Я это так расценил. Это вы расцениваете, с чего вы сделали такие выводы? Потому что он начал себя вести соответствующим образом. Каким образом себя вести? Агрессивно и требовать. Агрессивность в чем выражалась? В его словах, в его манере общения со мной. То есть это было не просьба, это было... Это было ваши оценочные факторы и мнение. Оно ничего не может иметь общего с объективной обстановкой. Видеозаписи позднее будут просмотрены, если какие-то действия будут установлены, будут разъяснены. Как я могу узнать результат проверки вашей служебной по поводу... В письменной форме обращайтесь, если есть необходимость, будет проведена служебная проверка. Вы только что сказали, что будет проведена проверка, будет видеозаписи... Проведена внутренняя, то есть будет изучена ситуация. Это не означает, что будет проведена служебная проверка. Хорошо. Та проверка, которая будет проведена, как я могу узнать о ее результатах? Она будет носить внутренний служебный характер и разглашению подлежать не будет. То есть если вы хотите что-либо довести до категории, чтобы вам был предоставлен ответ, вы можете обратиться к письменному обращению на имя начальника структуры подразделения. В том числе может быть либо проведена разбор ситуации, и вам будет сообщен результат, либо будет проведена служебная проверка, которая вы тоже будете уверены. Данные, к кому обращаться, к вам предоставлены. Как минимум это кто-то написал, правильно, значит у вас ручка есть. У меня есть огрызок листочка, который мне все-таки дали. Я хочу на этот листочек записать все данные, на которых я буду писать жалобу. То есть на вас, Копылов, на токаря. Мне вот эти данные надо сейчас записать. И на того человека, который у вас с третьего этажа. Чтобы мне грамотно, как вы сказали, написать жалобу через сайт, отправить вашему руководству на рассмотрение. Можно ручку получить и ваши данные для того, чтобы... Нет, у меня нет канцелярских товаров для предоставления посетителям. Не предусмотрено нам уделение канцелярских товаров. Правильно я вас понимаю. То есть вы мне отказываетесь возможности зафиксировать на бумаге ваши данные. У вас на аудиозаписи сфиксированы мои данные. Я представился ранее, когда вы подходили первый раз. Это вас не должно волновать, что и где у меня зафиксировано. Я хочу записать на бумаге. То есть вы отказываетесь мне выдать... Ваше желание должно быть соизмеримо. Если у вас нет с собой ручки, значит вы не сможете записать. Вы даете оценку моим действиям? Кто вы такой? Я не даете оценку моим действиям. Я вам порядком все разъяснил. Если вы с чем-то не согласны, то же самое изложите. У вас все за аудиозаписи сфиксировано. Пожалуйста, обращайтесь в управление. Не отрывайте меня, пожалуйста, от исполнения профильных служебных обязанностей. Так ручку дайте, я вас не буду отрывать. Я постоянно забываю, как вас зовут. Как у него фамилия? Ну я вот перед глазами, я увижу его фамилию. Он ушел, откуда я знаю как? Вот сейчас мне делать заявление в полицию. Как я могу ссылаться на кто? Кто совершает преступление? Мне нужно зафиксировать, как его зовут. Я не могу прослушать аудиозапись. Я не поступаю привлекания, что у них не в полицию въедут. Я буду представить. Мне нужно сделать соответствующее заявление. Второе уже. Конкретно на вас. Фамилия ваша как? Копылов? Мы будем считать, что Копылов. Я не знаю, правильно, неправильно. Может ошибочно будет. Вы позвонили в полицию. Дежурная часть по городу Мудрость, слушаю. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Мамая Владимировна Владимировича сделал заявление. Через сколько будет наряд полиции? Ожидайте, он сейчас работает по преступлениям, по освобождению проедет. Ну, ориентировочно, чтобы мне понимать, ждать мне или не ждать. Я могу сказать, ждите. Просто понимаете, здесь сотрудники службы судебных приставов ведут себя крайне некорректно. Вы дали мне бумажку огрызок с адресом, куда нужно обращаться. Даже ручку не дают. Да, ждать наряд проедет в ближайшее время. Ожидайте. Хорошо, спасибо. Решился вопрос? Нет, ожидайте. А сколько ждать можно? Просто скажите, пожалуйста, сколько нужно ждать для того, чтобы решить вопрос о фиксации... Решается. Ну, сколько времени примерно? Ну, подождите. Ну, сколько? Не знаю, может, сколько-то минут там. Ну, уже прошло, наверное, более полчаса. Ну, что я могу сказать? Ну, что вы можете сказать в свое опроводание? Я позвонила, вопрос решается. А куда вы позвонили? Кто решает вопрос? Руководство. Прям руководство? А какое? Председатель? А как зовут председателя? Председателя сейчас нет. Председатель вот. Так, может быть, мне напрямую с ним пообщаться, с тем, кто это решает? Общаетесь сейчас, пустятся и... Ну, так давайте как-то побыстрее. Просто, ну, на самом деле, насколько мне тут обед скоро, понимаете, я кушать хочу. Вопрос-то, на самом деле, копеечный. Зафиксировать определенные моменты. Потому что, я не знаю, уже места общего пользования и те разрешения требуют. Нигде, в никаких судах этого не требуют. Ну, не я этот вопрос решаю. Поймите вы. А кто решает? Кто решает? Скажите, пожалуйста. Не какой-то, блин, сотрудник, ребята. Почему мне запрещают вести видеофиксацию хода судебного заседания, который я подал заявление за неделю, за неделю? Ну, это суд решает. Это субъективное нежелание судьи спрятать свое незаконное решение. Я сейчас в этом убедился. В том решении, которое они огласили. То есть, как только судья запрещает вести видеофиксацию, все понятно, какое будет решение. Почему я не могу зафиксировать приговор, они боятся попасть на видеозапись? Лица свои боятся показать. Это слуги народа. Почему они боятся показать свои лица? Потому что я только в этом вижу причину, почему мне запрещают. Это не желание там как-то интересы потерпевших защитить, которые даже не участвовали в судебном заседании. Что происходит? Я не понимаю. Риторический вопрос. Живем в одной стране, правильно? Ну, вы видите, что происходит? Спрятались за 5-7 амбалов. Стоят качки накачанные. И вежливо меня просят, так просят, что, извините, трудно отказаться. Выйти из зала судебного заседания, в который я зашел, в котором никого нету, в том плане, что никто не проводит никакое судебное заседание. Я никому не мешаю. Задал вопрос секретарю. Почему судебный пристав начинает меня прессовать? Просит он меня так. А на лице написано, если я сейчас не выйду, он меня... Хребет сломает. Или я когда разговариваю с другим приставом, ко мне подходит другой пристав и начинает высказывать свое мнение. О том, что, видите, я блогер, хайпую, понимаете? Вели себя все корректно. Да я бы не стал с вами ни о чем разговаривать. Мне сейчас принципиально важно, чтобы получить это злосчастное разрешение. Я хочу понять вообще, почему я его должен получать. На каком основании. Какая процедура для того, чтобы получить. Для того, чтобы сфотографировать стенд с информацией. В голове не компьютер. Я не могу запомнить образцы каких-то писем и тому подобное. Адресов и тому подобное. Расписание. Почему я должен согласовывать места общего пользования? Да, это здание суда. Но это места общего пользования. Я не захожу в кабинет к судье. Я не захожу в зал судебного заседания, где проводится судебное заседание. Почему я в коридоре не могу вести видеозапись? Вы знаете ответ на этот вопрос? Почему в Урмавском областном суде наплевать на разъяснение Верховного суда номер 35, где четко прописано о том, каким образом ведется видеофиксация хода судебного заседания, где четко сказано, что судья не имеет права необоснованно отказать. Он должен указать конкретные причины. Конкретные причины. А не так, хочу-не хочу, это мое право. Нет такого права у судьи. У судьи есть обязанность разрешить данный вопрос. Разрешить не в смысле разрешить, либо запретить, а в смысле рассмотреть с учетом мнения всех сторон. А судьи толкуют так, что они обнуляют наше право на ведение в виде фиксации, они обнуляют своим правом не разрешить реализацию моего права. Да что за бред? Скажите, пожалуйста, кого мы ждем? Выйдите, пожалуйста. Я вам сказала, я вас познакомлю. Так сколько ждать? Ну вот вы плечами пожимаете. Понимаете, я даже не могу зафиксировать, что вы пожимаете плечами. У нас с вами общение как слепой с глухим. Ну что решается? Мы все так говорим, решается. Приставы мне посылают куда-то. Пишите жалобы мелким почерком. Даже не готов выслушать устное мое обращение. В чем претензия? Развивает конфликт до безобразия. Хотя ему, как старшему по смене, нужно сделать замечание своему коллеге, чтобы он не вступал в разговор со своими нравоучениями, со своим мнением и тому подобное. Да. Нет, человек у меня здесь. Он ждет. Ну, не это регистрирует, да? Ну, в общем, все, я поняла. Ага. По заявлению. Ну, я сделал заявление. Письменное. На каком основании письменное? Ну, хотите, напишите письменное. Выпишите. Что мне еще сделать? Что мне еще сделать? Что мне еще сделать для того, чтобы получить информацию, собрать информацию способами, незапрещенными законом, воспользоваться 29-й статьей Конституции? Что мне еще сделать? Польку-бабочку сплясать? С кем вы разговаривали? Можете назвать фамилию? Кто вам дал такое распоряжение? Чтобы я писал письменно. С исполняющим обязанностей председателя. Фамилия есть у него? Кустинович? Да, Устинович. Устинович. Светлана Егоровна. Давайте я с ней по телефону поговорю. Пускай она примет меня, побеседуем. В чем проблема? Мы еще так вот будем и прятаться всегда, что ли? А почему вы не хотите заявление написать? Вам же сказали. Напишите. Мне здесь и сейчас нужна та информация. Это заявление когда будет рассмотрено? Я сейчас его отнесу. Ну давайте листочек. У меня нету ни ручки, ни листочка. Приставы мне ручку и листочек не дают. Без проблем я напишу. Если для вас это важно, я напишу. Это не для меня важно. А для кого это важно? Мне очень интересно, сколько уйдет у меня времени, чтобы получить разрешение. И что для этого нужно пройти? Огонь и вода, так понимаю, да? И о председателя мурманского суда. Как фамилия? Устинович. Устинович. С, Е. Вот, Мама, Ева. Ну, я тоже так сокращенно. 8, 921, 6, 6, 6. Телефончик укажу, не буду селингово расписывать, потому что я думаю, что я получу результат в момент обращения. Так, заявление. Прошу разрешить видеофиксацию мест общего пользования в суде. В скобочках информационные стенды и тому подобное. Не буду удаваться все перечислять, что мне нужно. Так, соответственно, я ставлю свою подпись, расшифровку и время на ваших часах сравнил со своими. Есть у вас время, нет? 11 часов 17 часов. Так, ну, будем считать, что, как говорится, отчет пойдет с этого времени. Сегодня у нас 15, 09, 23. Ну, я думаю, что вы мне позволите сфотографировать свое заявление как доказательство. Пожалуйста. Вы не зарегистрировали, но у вас это устраивает? Нет, конечно, мне не устраивает. Я потом еще раз сфоткаю, потому что я сейчас фиксирую хотя бы, что я его написал. А потом зарегистрировал входящий. Мне же нужен результат, правильно? Исполняющего обязанности председателя Мурманского областного суда. Есть приемные дни? Он может меня сейчас принять? Я хочу с ним просто побеседовать. Я хочу понять вообще, зачем такие преграды делаются. Потому что я на данный момент сейчас согласовываю то, что вообще не нужно согласовывать. Я не должен спрашивать ни у кого разрешения для того, чтобы производить видеофиксацию вместо общего пользования. Как у вас зовут? Мамай Владимир Владимирович. Все, можете подождать в коридор. Я его слышу. Хорошо. Это чтобы сфотографировать информационный стенд, нужно на уши весь областной суд поднять. Полицию вызвать. С каждым приставом переговорить, да? Да это не порядок. Это называется беспредел. В других судах районных просто заходишь, подходишь, фотографируешь, снимаешь. Вообще даже приставы рядом стоят, ничего даже не говорят. Я демонстративно прям приставу говорю. Вот что вы сейчас будете делать? Если я сейчас достану телефон, включу и буду снимать вот эти вот информационные стенды. Он мне сказал, что он мне будет делать замечания. На каком основании? Я не хочу, чтобы мне делали замечания. Мне это неприятно. Ваши требования должны быть законны. Согласны с этим? Законны. Они на ваших предположениях. А правила поведения в судебном заседании и тому подобное, это, во-первых, незаконно, во-вторых, он не распространяется на вот эти вот фиксации мест общего пользования. Скажите, будете составлять протокол? По 17.3, пункт 2, будете составлять или нет? В случае, если лицо нарушает установление сети правил, оно может быть... Так я вас и спрашиваю. Если вы достанете телефон, начнете видео или фотофиксацию осуществлять, соответственно, судебным приставам отдается распоряжение о прекращении нарушающих установленных судей правил, в случае невыполнения закона распоряжения правил. Не надо мне снять это, я знаю. Копылов, я вам задаю конкретный вопрос. Вот я хочу заснять информационный стенд. Я сейчас вас спрашиваю. Спрашиваю, я хочу достать видео. В том числе, вы будете изъяты средством нарушения административного законодательства. Уверен? А вы мне... Уверен? Не тыкайте. Я тебя тыкаю. Вы тыкаете? Я уверен? Вы потом... Ты мне чего угрожаешь, что ли? Вы положите к своему обратному. Ты мне угрожаешь, что ли? Изъятие там телефона и тому подобное. Это не угроза, это то, что может быть... Это не превышает, не превышает свои полномочия. Никто не превышает свои полномочия. Я у тебя конкретно спрашиваю, мне нужно снять информацию на информационных стендах. На информационных стендах расположена та же самая информация, что расположена на сайте областного суда. Я хочу здесь проверить. На текущий момент напишите обращение на меня председателя, получите разрешение. Я написал уже. Ну пожалуйста, по нему как будет принято решение, тогда вот... Я хочу у вас узнать, если я сейчас без разрешения председателя... Вы упреждены только что под аудиозапись, которую вы ведете, о том, что если... Вы мне не разъяснили, я вам задаю конкретный вопрос. То есть, вы меня запретите, правильно? Запрещено осуществлять вот там, на информационном стенде расположены правила. А можно эти правила увидеть здесь, а не на информационном стенде? Вот я могу эти правила сфотографировать, заснять? Здесь, в здании суда? Нет. На сайте, пожалуйста, фотографируйте. Даже правила я не могу зафиксировать. Вы слушайте, что вы сейчас говорите. Вы мне даже не даете возможность ознакомиться с правилами, с путем фото- и видеофиксации. До абсурда вы себя довели, ребятки. Зато вы фильтруете мои слова, высматриваете вот эти... До свидания, хорошие правила. До свидания. По такой будете составлять? Давайте, ради интереса. Я сейчас достану, видеофиксацию буду проводить вот этих стендов. Кто будет составлять протокол? Давай, начальник, иди сюда. Идем, я буду сейчас фиксировать стенд. Гражданин Малмаев. Да, Копылов. Если вы уже меня по фамилии называете, да? Да, Копылов. Вот. Вы зачем создаете провокационную ситуацию? Потому что я хочу показать, что вы ведете себя некорректно. Вы запрещаете гражданам фиксировать... Какая взаимосвязь? Какая взаимосвязь между вашим и гражданом? Вы запрещаете фиксировать информацию на информационных стендах путем видео и фотофиксации. Вам никто не запрещает? Вы с ней можете ознакомиться, на сайте вам разъяснено, что вам некорректно. У меня нету сайта, я здесь и сейчас хочу ознакомиться. Понимаете? Я хочу сфотографировать, я хочу заснять. Это мое право собирать информацию любыми способами. Именно здесь. Законными способами. Законными, абсолютно законными способами. Законные способы. Вы знаете, что такое закон и подзаконные акты? Так вот эти правила, это не закон и не подзаконные акты. Это внутренние распоряжения для вас в первую очередь. Понимаете? Но не для меня. не путайте локальные и прочие нормативные акты они в том числе созданы для того чтобы вы юрист очень плохой вы юрист вы хороший я очень хороший были юрист вы занимались бы законной деятельностью а что вы сейчас хотите меня обвинить незаконной деятельности пущий момент даже элементарного органа правоохранительной обратились с предлогом вы смысле с надуманным то есть вы считаете это нормально когда вы не принимаете от меня обращения текущий момент объясните ситуацию вы сейчас ожидаете приезда полиции листку после вы находитесь полицию ожидаю я ожидаю разрешение моего заявления на ближайшее время разрешено у меня никто ничего не горел поэтому написал я жду мне сказали подождать потому что у нас примеру канцелярия сегодня работает до 18 часов ну я как-то без ваших вот этих подсказок решу что мне делать значит 18 часов будете здания суда удалены просто если рабочий день закончится конечно я покину не переживайте или думаете есть буду начинать с вами что ли ли чего я вас сейчас конкретно спрашиваю вы будете составлять лично вы протоколы хочу именно вы составили протокол хочу чтобы вы подставите свою коллегу да бросите по танке под мама его бросите да 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 очень высокого мнения так давай давай вот и я давай да пускай будет так давай составь на меня протокол протокол на меня составили слабо слабо так отчеты давай ну так хочу хочется потому что ведешь себя некорректно потому что ты не разъяснил мне мои права и обязанности вы потом когда будете обращение писать и жаловаться вы полностью аудиозаписи конечно полностью конечно полностью и выложу эту запись на ю тубе послушайте в том числе себя ну единственная пауза там где-то какие-то вырежу ну зачем зачем обрезать полностью выкладывать пущий момент очень себя неадекватно ведете не соответствующей обстановке а ты чё врач я не врач но я могу вызвать специализированных врачей чтобы они попробуй попробуй что мы тебя погрузим кого тебя тебя отчетами тут оценку даешь как как меня вести там как говорили что вы грамотно юристы прочее как вы сами себя ведете смысле а я себе веду как как человек а причем есть юрист и человек нет вы сами по образованию юрист причем здесь юристы человек такой же как и ты это два и три четыре это просто-напросто элементарно показывать того 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 вы думаете вы спровоцируете меня 30 раз спровоцировал у меня это у вас комплексы я просто проверяю вас на вшивость как все ведете вы даже не можете нормально отвечать лет чтобы просто нормально с человеком поговорить дать ручку листочек успокоить объяснить там или еще что-то нет вы развиваете конфликт дальше просто вы должны были своими коллеги сказать пример не надо вступать в разговор просто чтобы было это замечание я бы вас стал первую очередь уважать и коллега бы в следующий раз себя вел бы корректно понимаете а вы начали заворачивать 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 я не знаю что вам нужно если вы хотите в глазах людей быть нормальным человеком понимаете но многих людей посмотрите комментарии посмотрите комментарии которые пишут люди которые смотрят видеоролики с вашим участием здравствуйте здравствуйте будем писать заявление берите ручку листочек принимайте от меня заявление приставы не могут это сделать сделать это сотрудники полиции значит у меня будет минимум три заявления или четыре сейчас мы сформулируем покажем как должно все происходить вот приставы не знают на примере сотрудников полиции покажем как принимается обращение граждан да мне ради бога как напишите распишусь своих слов записано верно мне прочитано у ней прочитаете и запишите вот как как должно быть условий в полиции есть и бумага при себе и ручка есть все есть а вы сидите в кабинете у вас нет ничего вы далеко не уходите потому что я вашу фамилию не помню сейчас я буду нас соответствующее обращение писать фамилия токарь не знаю где он там можно увидеть как его унициалы его должность сегодня у нас сегодня нас 15 число я не знаю какое время сейчас посмотрю я просто уже долго нахожусь примерно в 10 30 токарь можно вас сюда на минуточку не уходите далеко токарь и он так и вы колесов тоже не уходите на вас будет жалоба вы так не уходите так убежали вас сейчас объяснение будут брать так токарь и колеса запомнить я разговаривал судебным приставам и в мой разговор включился другой судебный приставов токарь юм и начал в некорректной форме высказывать свое мнение относительно моей деятельности скобочках можно указать в чем это заключается хайпую сделал ему замечание а также обратился к старшему по смене который начал игнорировать мое обращение все зафиксировано на аудиозапись по запросу аудиозапись предоставлю так это первое замечание точнее первое обращение фамилия как я не помню как его фамилия копылов копылова аудиозапись опубликую выложу и вам по запросу предоставлю полную в полном виде без нарезки без ничего а почему не разъясняете разъясните меня пожалуйста или вы забыли и вас не учили да ну разъясните мне право так могу 17.9 будьте ознакомливать меня 17.9 club задачу заведомо ложных объяснений это я разъясняю ли вы ну да ну да распишите шевом пола разъяснил судебный пристав под угрозой применения ко мне физического воздействия по крайней мере я так это воспринял вот этот крупный такой качок колесов под угрозой применения физического воздействия на меня скобочках я так воспринял человек когда массой подходит очень близко и интонации взглядом и давлением либо он превысил сблизился таким но давайте постараюсь более как-то детально сформулировать тогда запятая а именно начал требовать чтобы я вышел из зала судебного заседания при этом физически начал меня выдавливать более детально это на аудио будет прослушана нет не толкал но я не хочу на вас показывать но потому что это будет ненормально я хочу просто но смотрите у каждого человека есть свое внутреннее пространство когда в него кто-то внедряется есть автоматическая реакция человека создать вот эту дистанцию если к вам очень близко подойдут на интимное у меня это смутит в любом случае при этом опасались за свою жизнь нет я не обсал свою жизнь нет я опасался то что мне некомфортно я понял но все правильно пишите напишите в кавычках как угодно напишите связи с тем что я стал опасаться применением отношениями физической силы я вынужден был выйти из зала судебного заседания запятая не договорив секретарем судебного заседания . также обратился к старшему смены с жалобой на действия сотрудника однако мое обращение не было зафиксировано связи с чем вынужден был обратиться в полицию с целью фиксации злоупотребление приставами своими полномочиями . прошу провести проверку аудиозапись предоставлю по большому счету вам нужно аудиозапись прослушать там все будет понятно вы будете сейчас принимать объяснение у таких граждан до примите пожалуйста я сейчас буду еще ожидать потому что я жду когда мне согласует видеосъемку данных информационных стендов потому что на данный момент я не могу этого сделать по непонятным мне причинам пойду поинтересуюсь какой результат мне кажется надо к вам чаще приходить чтобы вам скучно не было как вы думаете судебный пристав давайте с вами пообщаемся или вам начальник запретил у вас нету права дано антону общаться свое мнение выражать вы на самом деле из мухи слона делаете но с моей помощью естественно это понятно судебник полиции а кто среди вас главнее приставы либо вы посмотрите у меня есть не завидели не видели ролик судебные приставы не пускает сотрудников полиции с оружием вот здесь вроде все нормально не вас пустили приставы не хотите сотрудников полиции заломать но они с оружием находится в суде но понятно что исполняете просто у меня был вызов то сотрудников полиции в ленинский районный суд приехали сотрудники полиции и не могли пройти за здание суда стали такие бравые ребята судебные приставы и сказали не пущу с пистолетом так это это кошмар вот этот сотрудник полиции по моему уже в районе 400 тысяч просмотров набрал как он запрещает сотрудникам полиции проходить с оружием поставляете в нашей стране возможно все согласен я вот удивляюсь почему не вас еще кажется сюда пустили у них тут своя власть свой мир свои правила свои законы а что будете делать если вот сотрудник службы судебных приставов сейчас скажут не пустим вас как-то будете реагировать собор вызовите ли сами примените табельное оружие подмогу вызовите вообще как будете реагировать вот над этот беспредел не сталкивались такими разу да не знаете даже как реагировать ну и в прошлый раз тоже по моему вызову приехали сотрудники полиции но их не пустили стояли мялись вот я прям так и сказал как девочки у входа в суд даже не могли вертушку пройти посмотреть этот ролик это шедевр еще чуть-чуть и нас приставы вообще тут начнут придомовую территорию завоевывать права диктовать потом глядишь уже выйдут на рейды по городу общественным порядком займутся не знаете да федеральный закон ваш о судебных приставах с оружием нельзя пускать но только нельзя пускать посетителей суда сотрудники полиции не являются посетителями суда они выполняют свои непосредственные обязанности они вправе проходить с оружием в любое место на любое преступление и тому подобное более того вы должны им содействовать и передавать преступников правонарушителей и тому подобное но никак не запрещать это вообще я первый раз такое вижу когда так то трактует ваш коллега ваш федеральный закон не дочитывая до конца статью 11 о правах судебных приставов не про обязанности о правах я бы уже давно заснял бы и ушел я просто ради интереса зафиксировал прям время поминутно когда я сделал заявление мне просто интересно сколько уйдет времени чтобы получить вот это злосчастное разрешение на видеофиксацию стендов абсурд интерес к ним пропал к этим стендам но я хочу получить результат и показать людям от если вы захотите что-то снять вам нужно пройти огонь и воду готовьтесь потратить несколько часов для того чтобы получить разрешение сфотографировать либо проси видеофиксацию то информация которая находится на стенде красивый монитор там с расписанием делал тому подобное я тут был вроде золотых унитазов нету как бы нечего прятать или может они везде был а тут вообще есть туалетах все в туалет сходить ну посмотреть что там уж есть что-нибудь золотые унитаза не это не но вдруг мало ли не за счет меня пытаются спрятать туалете то можно вести видеозапись или нет скажите в туалете можно поснимать но не значимы туалете занимаетесь не ну так вдруг нельзя понимать это ждание суда все равно этом в тихушку поснимаю можно по 17 3 часть вторую не составите на меня нет то что в туалете поснимаю ну мало ли там может разрешение надо у судей спросить этого председателя так давайте напишем я хочу в туалете поснимать судебные приставы а можно в туалете поснимаю или тоже разрешение спросить у председателя областного суда старшие смены опрашивают получили разрешение прекрасно что делать ждем до конца рабочего дня чего сообщат вам ответ сообщат на телефон у кого хотите еще укажите адрес если хотите еще адрес там подам к вашему заявлению я вот на самом деле показывают эту абсурдность и вы играете по этим правилам я вам претензий не предъявляю да вот этот человек который там сидит устинович это мужчина женщина женщина у нее есть вообще в голове осознание того что она сейчас делает разрешить произвести видеофиксацию стенда вы можете вокруг меня поставить двух приставов до случайно не повернулся куда-то с этим телефоном но не играйте в этот в абсурд понимаете разрешите разрешите у меня еще одно заявление хочу в туалете поснимать примите от меня заявление хочу поснимать в туалете нужно разрешение давайте решим этот вопрос я хочу уйти нормально показать людям что все-таки через два часа я произвел видеофиксацию информационных стендов не доводите до абсурда передайте мои слова хотите я сам с ней побеседую по телефону объясните что я хочу а в процессе в процессе то есть вы хотите сказать что вот я сейчас написал заявление потратил столько времени вы будете не за на в течение 30 дней до рассматривать мое заявление а вообще даже не будут рассматривать до какого она зарегистрирована я вам показала все поставила почему нету ответа то мое заявление официальное заявление с электронной подписью зарегистрирована в газ правосудия который была подана 1 сентября почему нету ну как почему почему это происходит я не понимаю все люди вы что на данный момент я утрирую в это прекрасно понимаете но для чего я это делаю чтобы чтобы вы это видели что вы занимаетесь бумагоморательством бумагоморательством вы занимаетесь сотрудники полиции взяли у меня 22 заявления берут час объяснения вот это суета ради чего ради того что кто-то сидит и неправильно понимает нормы права для кого-то правило суда высшей конституции выше федеральных законов выше вообще наших прав ну вы как бы задумайтесь об этом я вот эту аудиозапись которую сейчас веду я ее опубликую я очень хочу чтобы исполняющий обязанности председателя суда послушал эту аудиозапись и все работники вы послушали судебные приставы послушали до чего вы довели страну это позор вам понимаете позор я не говорю уже про решение судов которые выносятся мурманским областном судом оставить силе оставить силе оставить силе это вы что так загружены что ли вы не хотите в дело вникнуть это мое оценочное суждение понимаю что вам неприятно слушать для меня выступаете как человек который как рупор через которого я довожу информацию для других людей все давайте сделаем следующим образом понятно нафиг мне не нужны ваши эти стенды но я людям покажу что я так и не смог получить разрешение на видеофиксации информационных стендов то есть воспользоваться 29 статьей конституции потому что актуальность актуальность она просто утеряна утеряна понимаете я сюда не приеду через неделю когда вы мне позвоните скажите владимир владимирович приходите снимайте видео стенды вам согласовали потому что мне нужно разрешение здесь и сейчас для определенных целей до свидания сейчас я это все доставлю отдел полиции что он все это рассмотрит я запись запросите я ее опубликую вынужден все таки я не дождавтесь разрешения своего вопроса а именно возможности видеофиксации стендов покинуть данный суд я людям просто покажу что достичь результата невозможно нету молодцы все все хорошее до свидания судебные приставы вам не хворать